всем привет как меня слышно поставьте плюсики что слышно хорошо и приступим к обзору сегодняшнего тематического стрима отлично так ну тема такая в принципе можно сказать и занудная и одновременно интересное это организация своего рабочего процесса рабочих папок подход вообще к внутренней работы к организации внутренней работы самого себя и пространство в 3d max ну сразу оговорюсь поскольку стрим авторский это мое привет дарья это мое личное мнение она может не совпадать с вашим мнением она может не совпадать с мнением авторитетного для вас специалиста это отнеситесь к этому с пониманием с пониманием оговорюсь сразу 15 более 15 лет работы вы выработали у меня какие-то привычки какие-то подходы которые я счел для себя удобными и на сегодняшнем стриме я о них расскажу естественно и для меня в организации работы не стоит никакой точно то не стоит никакой жирной точки я постоянно нахожусь привет наталья я постоянно нахожусь в поиске то есть в поиске оптимизации в поиске для себя удобных каких-то решений чтобы сократить к минимуму свои там телодвижения связаны именно с рутинными какими-то вещами привет телит 85 приступим ну в первую очередь чего вообще стоит начать если вы решили свою жизнь посвятить 3d графики это организация файлового сервера это в двух словах что такое файловый сервер это отдельно стоящий компьютер а вячеслав привет первый раз пишешь в чате поэтому не знаю твоего никнейма теперь запомню это организова организация файлового сервера более бюджетно бюджетное решение это отдельный жесткий диск там не знаю на 1 2 3 4 терабайта памяти на котором у вас будет храниться только материал связанный с проектами не надо разбрасывать свои там текстуры модели и так и прочее как бы став по раз по разным дискам это принципе усилит вам геморрой в дальнейшем с работы то есть будет ситуация тут помню там не помню и так далее когда у вас все хранится отдельно либо на жестком диске либо на файловом сервере вы всегда знаете где что у вас лежит если с жестким диском все понятно то с файловым сервером вы будучи рядовым пользователем как и я эту вот этот вопрос решить не сможете то есть вам любом случае нужно будет привлечь какого-нибудь айтишника который сис админа который разбирается в линуксе и фри бсд системах то что такое фри бсд система это такая своего рода специфическая операционная система которая на базе которой можно организовать файловое хранилище преимущество такого решения в том что она более эффективно работает с сетью да то есть если вы будете подключать работать через сеть то такая система будет намного эффективнее работать то есть всегда скорость отдачи и получения данных с этого сервера будет намного быстрей нежели чем сервер будет организован там на windows или еще на чем поверьте мне мне это сделали сперва один раз один айтишник там предложил просто файловый сервер собрал там из можно сказать из говна и веток то есть единственное на что я потратился это на покупку двух жестких дисков чтобы организовать raid raid или как правильно произносится raid 1 то есть это два зеркальных диска когда информация там портится на одном диске соответственно она восстанавливается при помощи второго диска который зеркалит все на текущий момент у меня raid 10 что это такое это также два зеркальных диска но они еще между собой также спарены то есть скорость чтения данных больше то есть у меня суммарно 4 диска 22 диска как бы слеплены что ли как я на своем там бытовом уровне расскажу слеплены между собой что дает высокую скорость чтения потому что файл распараллеливается на два диска одновременно и считывание происходит с двух дисков одновременно и в то же время они еще зеркалится с двумя другими дисками то есть это не очень дешевая система особенно с учетом того что когда я ее организовывал в таиланде было потоп и жесткие диски как сегодня взлетели видеокарты наверное кто активно следит за этой темой видели что в этот паника у многих 3d ников что нету хороших видеокарт а те что есть по ломовым ценам такая же ситуация была жесткими дисками мне не повезло в это время я решил как бы расширить дисковое пространство своего сервера и мне пришлось в три дорога переплатить но в любом случае что есть то есть и в этому серверу вот наверное уже лет восемь наверное до восемь лет и он работает нура на ура первый сервер вот был собран из простого самого железа там все примитивное было то есть там не нуждается ни в чем как бы со старый pendium процессор там был и на текущий момент все то же самое главное как бы иметь хорошие жесткие диски стабильные отказоустойчивые то есть я покупал western digital не помню с какой наклеечкой там у них разделение идет синие зеленые какие-то я не помню ну то есть там еще с принципиально было сейчас я не смогу подсказать но я думаю что если вы обратитесь к айтишнику к знакомому айтишнику попросите организовать файловый сервер с рейдом 1 или с рейдом 1.0 он вам все подскажет расскажет услуга недорогая то есть вам придется только потратиться на железо и на граве как бы хорошего айтишника но это стоит этих вложений вы получаете комфортную работу в дальнейшем то есть огромное пространство хранения данных ну да вот вячеслав подсказывает черные 7400 я по моему черный как раз и брал и ничего у вас не пропадет тут вот фу восемь лет я только пыль выдуваю ничего более я не делаю сейчас в двух словах просто могут подскажу покажу дальше да то есть вот это у меня непосредственно с окном файлового сервера то есть здесь у меня лежит все что связано с моей работой и с моими стримами важная да вообще в работе это использование латиницы отучите себя использовать русские слова в названиях файлов названиях текстур название 3d максов ских файлов название папок и так далее когда устанавливаете windows тоже используйте все на английском языке будет меньше проблем я просмотрев переустанавливал не так давно винду на рабочей машине не досмотрев у меня установился пользователь по умолчанию язык был на русском языке и у меня все папки пользователя были на русском языке и вследствие это вызвало ряд затруднений переработе некоторых плагинов и скриптов на 3d максе то есть это важный момент всюду везде используйте латиницу избавит от геморроя вот ну дальше каждый вправе сам решать как ему называть папки как как бы обзывать папки для себя вот у меня в избранных если глянуть вверху у меня пять папок с 3d моделями первая папка это модели авторские то есть это модели накопленные до мной там многими годами купленные там на ddd купленные на турбосквиде ну в общем все авторские модели которые мне приходилось там приобретать или покупать в третьем диск вторая папка это разделено это уже ну куда без варёза то есть это evermotion of ski сборники что там еще models плюс models ну как бы отдельно хранение моделей от производителей следующий диск она это коммерческие модели то есть я отдельно кладу коммерческие модели которые приобретал на турбосквиде и 4 диск это модели от производителей то есть они как правило низкого качества их мешать в общую папку я не хочу то есть именно в базовую папку основную с которой я в принципе работаю я их не хочу поэтому я выделил их в отдельную структурную папку и пятая папка это модели с моего проекта ход пасть . орг то есть моего стока то есть когда я сам модерирую либо модерирует мой помощник в любом случае он мне пересылают уже от модерированную модель чтобы ну в своего рода это был бэкап то есть я ими практически не пользуюсь потому что они дублируются есть необходимость я скачаю ну процесс накопления еще идет вяленько народ не подтягивается так активно но все может быть отдельно папка проекты папка проекты структурирована по именам заказчиков то есть работа заказчиками также заведите себе на файл сервере либо на отдельном жестком диске папку проекты называйте каждую папку локально по имени фамилии заказчика и далее структура усложняется следующим образом чтобы не путаться в проектах и чтобы была какая-то хронология я обзываю папку сперва идет год далее месяц далее число и какое-то образное название проекта чтобы можно было сориентироваться если допустим в один и тот же месяц происходит там несколько работ либо там по городу либо по как бы улице ну то есть здесь никак у меня не регламентируется принципиально только дата которая идет в начале проекта да и потом уже название чтобы сориентироваться структура проекта следующая то есть структура папки это папка maps непосредственно для рабочих текстур которые были которые создаются для проекта папка models это если для проекта заказываются какие-то модели то есть модели которые там уже готовы авторски я их не переношу то есть в этой локальной папке я храню если в модель я заказывал для проекта то есть мне ее моделлер в серомате предоставляет то есть я потом дорабатываю эту модель но я всегда знаю что в этом в этом проекте я всегда найду эту модель далее папка render папка сцены и папка темп папка темп это темпа сокращенно от слова temporary то есть временная папка когда я могу в нее я скидываю первоначальное техническое задание от заказчика то есть заказчик мне высылает задание и все что есть по заданию я скидываю в эту папку там уже систематизация может быть какой угодно то есть это все зависит непосредственно от заказчика с которым вы работаете сохраняя такую структуру папок мне комфортно работать в дальнейшем то есть я не путаюсь то есть я знаю вот такой проект значит я загляну в этот проект я найду исходное техническое задание и продолжу с ним работать если там через какое-то время там через месяц к этому проекту решили вернуться если к проекту идет какое-то дополнение то есть переделки там еще что-то то есть я добавляю папку сокращенно апдейт и пошло-поехало апдейт 01 апдейт 02 апдейт 03 ну мне слава богу везет заказчики как правило ограничиваются одним-двумя максимум апдейтами это несущественными так эта папка уже архивная поэтому структуры в папке рендер вы не увидите но папки рендер у меня структурируется тоже следующим образом сейчас найду может все уже архивные папки так ну и свежего и свежего ну с этим дизайнером то есть структура папки рендер следующие в этой папке есть отдельно папка xr я ее называю здесь хранятся raw рендеры то есть те рендеры которые я получил для постобработки в дальнейшем эта папка просто-напросто удаляется когда проект закончил нет смысла хранить такие тяжелые файлы то есть они там по 25 по 50 мегабайт и иногда вес папки достигают концу проекта по пол гигабайта да то есть когда проект однозначно закончен я для себя оставляю только jpeg картинки которые просто помогают там сориентироваться по 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 текущему проекту но я это архивацию до папок провожу через год только то есть проекты годичной давности я однозначно уже архивирует то есть удаляется папкой xr архивируются все сцены в папке сцен мапсы никак не архивируется по мапсом я отдельно потом вернусь к ним расскажу мой принцип подхода то есть я не перекидываю все текстуры связанные там с дополнительными моделями и папка темп по возможности удаляется либо архивируется так также то есть вот допустим проект бароновой алисы он у меня выглядит так папка с мапсами связаны с проектами непосредственно именно с теми текстурами которые создавались либо правились непосредственно к проекту какие-то стандартные проекты сейчас я уже здесь ну вот видно что вот этот сигир шейдеры их обозначение то есть сейчас я даже сигир шейдеровские текстуры не переношу в папку проекта чтобы не плодилась постоянная копия на копии копия копии этих текстур чтобы просто ну не использовать бесполезно пространство но к этому вопросу в дублирование текстур я вернусь попозже папка рендер xr все удалены оставлены только фьюженовские композиции и сохранены jpeg картинки этих проектов и папка со сценами то есть она в архивирована в один общий 7-zip архив как максимально эффективный по сжатию но тут я выковыривал видать возвращался к этой сцене по какой-то причине надо будет удалить вот в принципе структура папок проектная это мой подход но мне комфортно так работать то есть все понятно я знаю имя заказчика я знаю дату и навигация для меня будет максимально комфортной далее локальные тут папки папка текстуры здесь у меня немножко небольшой бардак поскольку это связано с небольшой реорганизацией потом папка с материалами здесь у меня все материалы также структурированные то есть есть пока не разбросаны по библиотекам материала потому что каждый раз я там пересматриваю что-то меня но в любом случае у меня есть превью у меня есть материал у меня из превью из материал то есть мне уже ясно как и что в этом материале есть ну и структура то есть опять же выбирать вам как вам комфортней я разделил все по типам материалов то есть у меня здесь брик кирпичи да то есть сокращенно стараюсь использовать поменьше как бы до трех максимум до четырех сократить английское слово это в принципе как бы когда уже со временем поработаешь привыкаешь то есть там color это просто выборка по цветам потом глс это глаз стекло мтл металл пвц это все пластики ну и так далее то есть в c волк оверх то есть обои вот примерно такой же принцип я буду реализовывать в папке с текстурами далее ну это вот коротко можно сказать про организацию проект то есть не знаю как кто организует у себя я пользуюсь вот такой таким подходом мне комфортно работать далее непосредственно перейдем 3d максу ну часто в личку писали что это что это то есть опять же я многие кнопки которые часто использую выношу на панель и некоторые скрипты сейчас я их подробно расскажу и расскажу чем постоянно пользуюсь то есть целью этого стрима не есть рассказать все возможные ситуации которые на которые у меня есть скрипт нет многие скрипты я ищу уже по факту то есть случается какой-то там аврал или необходимость я устанавливаю то есть хороший сайт сразу сейчас в чат за запущу ну в принципе вы все кто уже более менее долго находится в этой сфере знают этот сайт то есть на нем принципе это международная площадка на нем можно найти практически все как правило все скрипты бесплатные поиск принципе организован неплохо можно найти по теговым запросам там не надо писать таки как у меня дочь пишет там у гугла спрашивает целые предложения выставляет ну достаточно корито базовое слово там типа батч рендер либо ренейм либо юви и вам выдастся любой скрипт связаны с этим там уже дело ваше как бы навыках в английском языке чтобы понять о чем идет речь первый скрипт который часто я использую он вернее использовал часто сейчас я поскольку переключился на работу с project менеджером мне практически отпала необходимость использовать этот скрипт этот скрипт бесплатный автор колин сценар ссылочку на его персональный сайт я сейчас вам скинул он позволяет работать с потерянными текстурами и поиском потерянных текстур и релинком этих текстур и если они найдены сейчас задам вопрос есть смысл показывать вам как он работает или нет смысла показывать как он работает плюсик поставки да давайте посмотрим на живом примере как работает этот скрипт ну все похоже да знают знакомые или всегда дарья ну хорошо давайте покажу поскольку я тот еще плюшки ну и опять же в силу долгого пребывания в этой сфере у меня много знакомых и много возможностей по скажем так по росту базы 3d модели то есть и я и просто на самом деле не пользуюсь в силу того что ну у меня нет времени все разбирать и поэтому у меня все хранится в виде превью архив то есть когда к это есть надобность разобрать тот или иной архив я начинаю залазить в папочку и смотреть но давайте на примере там знаю вот этого вот горшочка с цветами перейдем так это у меня home plans перейдем в папку home plans далее вот опять же вкратце об организации то есть базовая папка да с авторскими моделями у меня разделена вы можете разделить как угодно как вам удобно то есть опять же это мое им х мое личное мнение но данная структура я долго думал над систематизации тех или иных моделей и у меня выработалась определенная структура то есть плюс-минус она сейчас находится еще в стадии доработки но эту структуру я также реализовал на своем стоке hotpies.org то есть допустим ну так вкратце для понимания вот папка sitting то есть все что связано с посиделками да то есть в этой папке у меня находится armchairs кресло barstool benches chairs chairs лонг kids chair office chair пуф она от а манс фета чс то есть общая папка да я назвал типа посиделки и далее уже идет систематизация по отдельно взятым папкам очень удобно то есть работаю над офиской все заглянул в офиску работаю над детской заглянул в детскую ну видите у меня еще здесь опять же не систематизировано не не разобрано всего когда модель представлена в виде сета то есть отдельно папка сеты когда там допустим кресло и диван то есть приходится идти на компромисс и выделять отдельно в каждой категории папку сет та же самая история с decoration да то есть папка с декором но именно с декором связанным с цветочным там и так далее и уже разделение идет флористик декор это непосредственно там стены из мха из растений потом идет просто флористик это цветочные композиции далее идет home plants домашние растения в горшочках вот и приступим следующая вещь что происходит то есть я открываю архив и в зависимости от ситуации да то есть сейчас а ну да еще оговорюсь заимейте минимум два рабочих экрана лучше конечно три я работаю на системе из трех экранов у меня с одной стороны экрана для браузера интернет и для рабочих программ типа автокад ну еще что то с другой стороны также дополнительный экран я выношу все дополнительные меню дополнительные окна 3d max а в этот экран и у меня как бы идет стопроцентный такой контроль за ситуацией на одном экране очень некомфортно работает даже если он большого размера проще разделить на два лучше всего на три экрана свое рабочее пространство сами убедитесь том как это эффективно скажется на вашей работе можно приобрести более простые более дешевые мониторы можно даже бушные мониторы там за полторы две тысячи как бы но добавить их в свой стол поставить их на свой рабочий стол и растаскивать дополнительные меню того же 3d max вам будет намного удобнее то есть не закрывать не открывать постоянно просто перевели взгляд направо там или налево и все увидели заимейте пожалуйста так ну вот открываем что у нас тут смотрим так цветочек ну далее превью я называю по имени папки то есть базовая папка decoration то есть дек сокращенно далее home plans hp сокращаю и порядковый номер то есть у меня здесь уже 10 010 я ставлю 011 все копирую это имя далее сейчас влево отнесу вернее вправо окно чтобы вам это не маячила далее папка с текстурами к этому проекту вернее к этой модели эти текстуры я переношу в общую папку которая есть в начале то есть если у меня здесь идут под папки не хранятся только локально модели либо архив превью когда я там провел скажем так было время провел раскидал что есть но для общей папки да то есть декорейшин у меня одна папка с максами то есть туда я скидываю все текстуры вот типичная ситуация с которой сталкиваемся это из не использование не уникальных имен многие пользователи на небезызвестном сайте 3ddd не утруждают себя в названиях чтобы дать уникальное имя своей текстуре то есть ну ладно здесь как бы совпадение скорее всего эту модель я уже когда-то распаковывал но бывают такие названия как 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 там или ау и так далее кто во что гораст это вообще крайне бесит особенно когда идет совпадение именно от когда 111 просто не знаешь порой что делать поэтому приходится проявлять скажем так педантичность и стараться заставлять себя это лень это тяжело но в дальнейшем просто становится удобно поэтому перед тем как то есть это я вам сейчас для примера показал но перед тем как закинуть папку maps и в общую я их бросаю в локальную папку внутри этой папки то есть она временная называется темп то есть временная папочка чтобы в дальнейшем с ней поработать все вернемся к не попал попозже текстуры перекинули из проекта и нам нужно только максовский файл остался вот наш максовский файл и мы его переименовываем по имени превью все вот у нас образовалась такая красота имя файла и имя превью старайтесь дак там может кому-то показаться занудным ненужным но блин когда вот накопится опять же за долгое время работы накопится много контента вы потом замаетесь с ним работать то есть я этим уже поплатился и по сути имеем достаточно огромную базу моделей которые до сих пор не разобрана я нас вновь и вновь пополняется новым каким-то контентом я понимаю что надо было намного раньше приступить к структурированию и организации но мне об этом никто не говорил то есть как получилось так получилось открываем нашу модель открытия да то есть опять забегая вперед сейчас мне этого делать не нужно потому что у меня есть project manager до появление этого проект проект менеджера я просто делал как нажимал выбирал максовский файл нужный мне нажимал control c и открывал его непосредственно 3d max и вставить сюда control и даже смотря несмотря на то что были кавычки файл открывается прекрасно такая фишка не работает только с текстурами текстура когда закидываем текстуры таким образом тоже копируя просто непосредственно файл а потом вставляя в строку браузерную надо удалять кавычки ну вот что у нас происходит нам сообщили что у нас missing текстуры и так далее их нам в помощь прибегает relink bitmap то есть вот мы рефрешнули он определил что у нас текстур не хватает что можно сделать если опять же вы имеете уже четкую структуру папок вы можете добавить все так все по все пути для поиска в эту в это окно все вот через меню сейчас через меню как она у него называется а не как просто плюсик нам нужно добавить общий путь к текстурам вот почему я стал ранее пользовавшись этим скриптом почему я стал делать общую папку для отдельно взятой как бы позиции модели то есть мне проще всего расшарить эту папочку вот таким образом все ее сюда добавляю этот путь вот у меня появился путь к папке decoration то есть и в этой уже папке внутри будет находиться мои текстуры ну и далее что у нас есть то есть мы сейчас можем выбрать папку decoration и нажать relink то есть автоматически все произошло как бы поиски relink этих текстур то все у нас вышло что нет текстур и чтобы себя проверить нажимаем shift и да все отлично получилось у нас все папки найдены статус у нас окей то есть все на месте вернее все текстуры найдены статус окей вот так работает relink в принципе ничего сложного нет одно неудобство когда ну допустим скопилось уже приличная система ссылок для релинка да то есть мы открываем модель выбираем нужный нам путь то есть там провизион холма кичинэп там evermotion и просто релинка им одним кликом при переустановке 3d макса нет возможности сохранить по крайней мере я тут особо не ковырялся но нет возможности сохранить предустановленные настройки в этом скрипте опять же в project менеджере менеджере это предусмотрено при переустановке 3d макса есть возможность сохранить xml файл со всеми установками то есть мы там допустим переустановили заново поставили project менеджер загрузили этот файл и у нас все пути подгрузили заново очень комфортно дальнейшем будет работать так теперь возвращаясь опять же к работе к организации с текстурами как по организации текстур сейчас я не сохраню и заново открою этот файл проблема не уникальности имен то есть а ну еще в двух словах то есть если не пользоваться этим скриптом то есть мы можем локально через через шрифт и посредством сет пав организовать доступ к этим текстурам просто прописав путь вот все то же самое статус окей но проблема в том что нет уникальных имен у текстур да то есть кто-то там копирует перекидывает для меня это для меня это критично и поэтому я заказал скрипт у знакомого скриптовика файл ренеймер он позволяет переименовать текстуры и перелинковать одновременно без каких-либо потеря одно но то есть он такой скрипт простой то есть там я не знаю при курсе 30 долларов и 30 рублей за доллар я по-моему его заказал за 10 долларов то есть самый примитив то есть мой подход к организации опять же текстур следующий чтобы мне потом понять если допустим ну сглючила какая-то текстура там либо материал глючит там овербрайт или ким полезным всякое там бывает иногда можно там выявить причину в текстуре и мне надо понимать кому кому объекту эта текстура принадлежит что там происходит поэтому я присваиваю уникальное имя текстурам тоже то есть по имени файла то есть дек hp 0 011 и делаю ренейм все ренейм произошел можно посмотреть все текстуры уже переименовывали переименованы то есть важное обстоятельство главное чтобы у вас эти текстуры уже не были запользованы где-то на другой модели чтобы по итогу то модель не потеряла свои текстуры поэтому я всегда скидываю сперва в папку темп чтобы не было никаких конфликтов так переименовываю и уже после этого из папки темп так декрич пи я не там 11 дэн 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 вот возвращая уже в общий отстойник то есть в общую папку все и таким образом я уже буду знать если мне что-то нужно там ну бывают какие-то ситуации я буду знать какой модели принадлежит этот текстура то есть это сразу позволит быстро идентифицировать ту или иную модель если какие-то начались проблемы но опять же при работе с project менеджментом мне все эти манипуляции не нужны все это включено уже в возможности этого скрипта но опять же о нем позже вот принципе мой процесс именно по организации работы с моделями далее все модель уже сохраняется она чистенькая она красивенькая у нее нет никаких проблем с текстурами что еще можно проверить в модели следующий файл который как бы я пользуюсь когда мне нужно проверить это мистер клин сэн клина птул он позволяет всю сцену проверить на наличие каких-либо косяков и какого-нибудь мусора то есть здесь empty group ну принципиальные вещи иногда бывает из особенно из evermo из evermotion ских старых моделей ну и сейчас какие-то вещи появляются это particle flow что такое я не знаю но при наличии там вот particle view там вот этих даме объектов которые даже невидимы их то может быть под 100 штук сцену существенно начинает тормозить и рендер также проблемно стартует ну по крайней мере такое было и здесь предусмотрено очистка сцены от этих всех вещей но как видим здесь по нолям все поэтому здесь ничего чистить не надо далее empty group head то есть это пустые группы которые там разгруппировали перегруппировали и так далее позволяет удалить пустые группы которые опять же мы не можем увидеть и определить но они иногда глючат ну бывает что ситуации разные я за свои там более 15-летний срок говна натерпелся дофига то есть бывает что вот какая-то группа там находится на расстоянии там 10-20 тысяч единиц от центра координат и начинаются проблемы с вьюпортами то есть просто такие вещи они вот хрец знаешь где споткнешься в силу как был к криворукости некоторых там товарищей далее empty object это пустые объекты ну допустим что это такое это геометрия была геометрия ее там делали и переделывали так сейчас конвертами в поле ну по итогу ее не стало но при этом сохранился пустой объект невидимый сц в сцене это также накладывает определенные сложности на зуминг сцены когда там опять же объект находится где-то в ебунях от центра координат поэтому вот сейчас мы проверим чек-сцен да и видим что он определил пустой объект все и удалили дальше пошли empty layers то есть пустые слои unused note track ну и прочие такие вещи ну назовем это одним словом мусором которые вычищаются и позволяет более комфортно работать с ю портами рендеринг почему рендеринг медленно запускается из этого мусора он в любом случае даже если он не виден во вьюпорте да особенно вот эти particle views он в любом случае когда их там размер зашкаливает там под сотню две сотни как-то у кого-то было аж тысяча ну всякое бывает да когда мы запускаем на рендер рендер движок пролистывает весь этот список он проверяет цену и все это запускает на проверить что рендерится что не рендерится что там скрыто что не скрыто и когда вот такой головняк случается с этими объектами они существенно замедляют предварительную постановку на рендер поэтому важно это вычистить ну тут для нас для 3d шнеков бонс сета вернее для визуализаторов интерьера бонс сетап не актуально то есть это чистка каких-то там режимов связанных с костями что я пользую в этом скрипте модифаерс то есть приятная вещь когда выдается полностью информация всех модификаторах использованных в сцене ну допустим надо мне отключить глобально displacement либо убрать вообще отказаться от дисплейсмента я не знаю даже на каком объекте там у меня 3000 объекта в сцене и фиг знает на каком из них там верой дисплейсмент ну вот я лично не люблю дисплейсмент использовать в принципе то есть стараясь либо делать геометрии либо нормал бампом и данная фишка сейчас давайте просто для примера накинем тот же самый дисплейсмент модификатор то есть он автоматически определяется на объекте и выбрав модификатор мы выделяем селект если он автоматом выделяет тот объект на котором находится модификатор ну и нам уже не составляет труда либо удалить либо коллапснуть там зависимости от ситуации то есть ну здесь общая как бы проверка всех модификаторов сцене то есть и включение выключение или удаление этих модификаторов сейчас проверим как она работает честно говоря не пользовался ручками все удалял вот выделяем turbo смув select delete до работает ну вот прекрасно далее вещь очень важно нормал с многие многие ребята игнорируют этот момент но это вообще принципиальная вещь во многих ситуациях связанных с работа с корректной работой нормалей есть вот такое понятие селек негатив скейлс то есть выбрать негативный масштаб негативный масштаб у нас появляется в результате использования использования процедур киевер не а модификатора мира вас то есть вот смотрим скейлинг у нас 100 100 100 100 пользуем модификатор мира но не смогли в 3д макси каким-то там мы я не знаю способом решить это не 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 анально итоге решили анально через просто изменение масштаба на отрицательный то есть вот мы изменили по оси y от зеркалили объект по оси y и у нас просто масштаб со 100 изменился на минус 100 и теперь чекаем сцену и вот мы имеем да здесь я вручку ручками сделал здесь я сделал через мир вот таким образом мы можем словить отрицательные скейл на что это влияет это в первую очередь влияет на нормале то есть и работа некоторых шейдеров при том что у объекта вывернутые нормали может быть выглядеть некорректно я на практике столкнулся с тремя вещами вызванных вывернутыми нормалями у меня не работал бамп то есть я не мог настроить бамп потому что он просто не отображался при рендеринге я не понимал чем дело пока не посмотрел на масштаб текстуры у меня некорректно работал верой шейдер ссс 2 и еще какая ситуация словил я с отрицательным масштабом не помню ну в общем с шейдингом в основном а и процедурные карты да то есть но из там что еще у нас ну все вы там знаете сейчас я открою мат эдитер брум 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 где у нас дженерал а а ну вот целула c целу лар никогда вслух не произносил дэнд что еще какие процедурки но из перлин мэр был то есть все вот эти процедурки которые но я в основном пользуюсь нойзом они завязаны на реальных размерах объекта и если мы имеем либо отрицательный объект либо измененный масштаб то это не учитывается под этими процедурками они все равно будут работать некорректно и при рендеринге у нас эти объекты могут но в мире это во всяком случае я замечал они могут риде ридериться чуть темнее особенно это заметно на шторах когда шторы нормальными к нам обращены не в помещение а в другую сторону то есть сторону окна то разница немножко заметно это в целом может быть не критично но вот в случае допустим с ссс материалом с бампом я столкнулся с такими вот неприятными вещами и данный скрипт позволяет определить проблемные объекты вот и с ними поступать следует следующим образом то есть все объекты с отрицательным масштабом либо нужно при оттачить к объекту с дефолтным масштабом да если мы просто оттачим и и тогда не возникает проблем с вывернутыми нормалями то есть есть да такой момент сейчас объясню в чем разница то есть вот сейчас мы выделили выделили и у нас нормали отображаются корректно то есть в нашу сторону вывернуты но если же мы используем специальную утилиту Reset XForm применяя ее к объекту и потом коллапсим нам необходимо вот видим что подсвечиваются плоскости подсвечиваются темно-красным нам необходимо флипать эти нормали и такая же ситуация будет с отзеркаленным боксом там тоже нормали а нет тут не вывернулись не вывернулись нормали но в любом случае отрицательный масштаб даст нам глюк поэтому и мы это даже не заметим да вот на таком объекте с отрицательным масштабом потому что на текущий момент здесь все нормально но уже при наличии отрицательного масштаба корректная работа не гарантируется у некоторых типов шейдеров поэтому Reset XForm либо Attach к дефолтному какому-то объекту вот и потом контроль нормали то есть вот опять нормали вывернуты все возвращаем обратно все у нас теперь объекты это важно вот именно в таких вещах и очень удобно что эта функция есть ну и дальнейшие там такие инструменты специфическими я ими не пользуюсь но они кому-то нужны могут быть дальше там информация получения информации у байдишников я этим пользуюсь то есть вот основной основная как бы для меня важная вещь у этого скрипта это очистить сцену от всякого мусора убрать ненужные мне либо скалапсить ненужные мне модификаторы и определить наличие негативного скейла у объекта больше я не пользуюсь далее удобная вещь когда в вирее были сабдивы но я сейчас готовлю к к следующему стриму правда не знаю когда я готовлю материал по поводу сабдивов и оптимизации работы с прогрессивным сэмплингом у вирея и с использованием именно незолоченных сабдивов данная функция ой данный скрипт вирей материал control сейчас я на него скинуть ссылочку скину он работает хорошо прекрасно есть платная версия есть там до какой-то версии есть бесплатный у меня стоит бесплатная мне хватает их ее возможности то есть вот ссылочка на скрипт потом на колина я давал уже ссылочку ссылка на мистер клин вот держите так и продолжим ну что это позволяет сцена вернее этот скрипт этот скрипт позволяет глобально использовать настройку параметров ну допустим есть такая вещь что в материал кто-то запихнул дисплейсмент опять же ну не пользуюсь я дисплейсментом ну не нужен он мне либо интерполяцию есть какие-то старые модели да то есть кто-то может застал те времена первых вероев когда была интерполяция данный скрипт позволяет отключить интерполяцию отключить дисплейсмент поменять цвета у текстур то есть полностью как бы либо у выделенного объекта либо у всей сцены в целом в целом пользуюсь иногда когда есть смысл как бы глобальных каких-то там изменений либо вот рефлекшн сабдив да если раньше я им пользовался сейчас я перестал да потому что верой сделали бессабдивным хотя скажем так это стало для меня лично это стало минусом поскольку по дефолту сейчас верой бессабдивный и приходится включать его и делать сабдивы хотя я этим перестал тоже пользоваться но верой можно более тонко настроить как бы балансируя на сабдивах и даже есть скрипт я его скорее всего сделаю отдельный обзор который позволяет автоматически расставлять сабдивы у всех материалов в сцене в зависимости от степени глоссе то есть чем больше глоссе тем больше нужно сабдивов чтобы результат шейдера был более гладкий это удобный скрипт он как бы адаптивно распределяет это все и я им попробую на своей практике попользоваться но пока об этом мы не будем говорить пользуйтесь удобные по понадобности можно как бы какие-то вещи изменять включать и все это работает несмотря на то что скрипт достаточно старенький следующий скрипт тоже для но использовался для релинка то есть разработчик на ddd как бы они даже заточен под сайт 3dd там по стилю но сейчас нет смысла рассказывать не пользуюсь вот удобный скрипт fix utilities что мне дает скрипт давайте полную сцену откроем сейчас чтобы более наглядно данный скрипт позволяет опять же выявить что у нас в сцене находится что у нас в этой сцене есть данный скрипт находится по вот этому адресу вкупе со всем паков бесплатных скриптов и там нужно найти автор этих этого пака скриптов тот же самый что и разработал project manager давай открывайся вот допустим у нас есть какая-то сцена достаточно большая с большим количеством объектов и нам надо ее проверить на наличие какого-нибудь опять же геморроя ну всякое может быть не доглядел не досмотрел в самом начале как бы там поторопился и данная утилита выдает список всех материалов в сцене то есть вирей фаст оверайт то есть он считывает любой материал который присутствует в сцене то есть даже не легальный то есть там допустим если сцена вирейская он считает короновские менталрейские материалы и прочее и позволит вам закинуть его в в мат эдитор и под корректировать либо удалить либо заменить то есть здесь отдельно я не знаю это скрипт или это не скрипт по моему это тоже скрипт в паке именно с fix utilities шел который позволяет одним кликом очистить мат эдитор вот и выделяя там определенный объект который нам нужно подкорректировать либо разобраться в чем дело ну вот допустим вирей фаст ссс все я нажимаю place мат эдитор где он почему а я не туда нажал вот и у меня появился этот объект почему я сейчас сделал акцент на вирей фаст ссс при использовании вот этого режима припас некоторые модели идут в режиме припас безет illumination map по моему что это такое это идет дополнительный перед общим просчетом глобалки и радианс мэпы и либо буртфорс не важно предварительный предпросчет под поверх основа рассеивания света у такого типа материалов и иногда возникают затупы либо рендер подвисает бывают такие вещи вещь рандомная я не говорю о том что это случается постоянно но это сделано для оптимизации скорости просчета опять же когда железо было достаточно слабым сейчас можно использовать ну да наверное есть я просто уже запамятовал но возвращаясь к материалу переключаясь в raytraced мы говорим о том что этот материал будет просчитываться в процессе рендеринга сейчас железо позволяет не особо писюриться поэтому есть необходимость обнаружить вирей fast sss материал и подправить этот параметр но встречается в ивермошеновских моделях с едой не помню какой сборник по-моему есть еще у си джексис польская компания такая фигня а ну вот есть здесь да все верно может быть это тоже самое просто я вынес его не как отдельный скрипт и следующий раздел это мапы да то есть все процедурные либо битмаповские штуки которые используются в нашем проекте то есть все текстуры можно также перекинуть в мат эдитер и посмотреть подкрутить поработать но я этим пользуюсь для обнаружения плагина color correct то есть есть color correction да стандартный максовский плаг вернее уже стандартный максовский инструмент раньше он кстати так небольшая ремарочка принадлежал данная разработка принадлежала русскому товарищу скриптописцу из петербурга если я не ошибаюсь он продавался как отдельный плагин и автостолы купили его и сделали частью стандартной сборки по моему это с 2009 версии появилась но кто-то еще до сих пор пользуется color correct что изрядно подбешивает лично меня потому что у меня рендер ноды ставить на них каждый раз этот color correct меня напрягает и соответственно я избавляюсь просто от color correct посредством как бы ну выношу его в мат эдитер да смотрю какие параметры изменены здесь сейчас color correction смотрю какие параметры подправлены и заменяю но на этот случай опять же чтобы это не делать вручную когда там список из десяти есть скрипт replace color correct сейчас я его зачем-то нажал чтобы этот скрипт комфортно правильно работала ну опять же на ведущей машине все равно должен установлен быть этот плагин вот если он не установлен да и вам нет желания разбираться там устанавливать его усложнил себе жизнь то вы можете через скрипт mister clean scene scene clean up tool удалить просто все ненужные плагины сейчас у меня 3d max придет в себя после завис а ну 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 да пришел в себя то здесь вот римов римов missing plugins он позволяет удалить все неизвестные плагины будь то текстурные плагины либо геометрия либо что еще просто пофиксить из сцены то есть но опять же это на вас страхи риск быть может там что-то зацепиться в плане как бы но это может если допустим это плагин связаны с геометрией это может отразиться на конечном результате на геометрии но в любом случае все потерянные плаги можно удалить из сцены таким образом вот а так можно пользоваться еще репресс color correct найти его можно на сайте скрипт под думаю не проблема так рассказал про то про это про пятое десятое что еще ну опять же в паке с бесплатными утилитами идет свип профиль да он позволяет оперативно но у меня сейчас он по-моему ничего здесь не установлено оперативно назначить на любой сплайновый объект предустановлены тут у меня надо переустановить этот плагин предустановлены различные варианты профилей так это рассказал но вот этот крестик select instance object он по-моему также находится нет он не находится держи он находится я не помню у кого честно говоря если кому-то нужно то есть я поищу отдельно после стрима в личку напишите то есть но этот скрипт позволяет выделить все инстансные объекты то есть если есть в этом необходимость нажали кнопочку все работает в 3дмаксе да есть многие скажут в 3дмаксе есть возможная функция когда можно выделить не инстансный объект но он не всегда корректно может сработать потому что 3дмакс не может определить не всегда может определить сейчас попробуем смоделировать эту ситуацию есть select similar ну да что и произошло то есть разные по структуре да то есть по размерам объекты он все-таки выделил да то есть ну по принципу схожести select similar все в принципе о нестандартных функциях которыми я пользуюсь я рассказал единственный момент вот еще я люблю использовать да опять же в рамках оптимизации работы у меня все шейдеры настроены под маппинг метр на метр на метр и поэтому мне как бы не вызывает труда из проектов проект использовать ну да так потому что один проект не вызывает труда в дальнейшем маппить объекты сейчас я кстати верну вернусь к слейдову мат эдитору тоже расскажу об организации своего подхода в работе со сценой то есть закончу просто маппингом поэтому мне понадобится иногда я делаю развертки и мне всегда было некомфортно работать когда я не понимал приходилось на глазок там сравнивая размер чекера приходилось на на глазок подгонять размер развертки но не так давно приобрел и адвансед нормалайзер который позволил решить эту проблему ну и причем эта проблема решается еще на скажем на объектах которые я которым не приложил руки допустим есть диван с разверткой уже но я не знаю какой-то маппинг либо был какой-то маппинг уже настроен материал и этот материал меня абсолютно устраивает то тогда ничего но если материал меня не устраивает и я хочу его заменить но не знаю какой до этого был применен маппинг и при этом я вижу что вообще была сделана развертка в этих ситуациях как бы фейс-спалм случался да то есть что делать и погуглив по порывшись на скрипт споте я наткнулся на 20 нормалайзер сперва я попользовал по-моему то ли бесплатная версия то ли на торрентах где-то скаченная а потом я нашел продвинутую версию вернее вернее у автора купил продвинутую версию и она мне понравилась то есть принцип ее работы следующий она берет ну допустим я настроил от маппинг объектами сейчас возьмем бокс просто метр на метр и настроил на нем боксовый маппинг то есть метр на метр теперь я так как это работает я уже забыл а пипеткой да все я настроил метр на метр назначаю на него модификатор анвраб так дайте выделяю любую что ж какое-то выделяю любую из поверхностей и и снимаю с него с нее цветопробу да назовем так и у меня фиксируется некий там какой-то абстрактный вот эти там плотность пикселей я не знаю там какой алгоритм но не суть вещей то есть и я могу потом этот результат обозвав как-то сохранить в предустановке то здесь у меня сейчас результат сохраненный уже настроенный здесь еще какой-то то есть можно снять маппинг там 50 на 50 там мой 500 на 500 миллиметров ну то есть по вашему желанию и в дальнейшем да то есть назначая свой материал который в метр на метр у меня настроена плотность текстуры я просто выделяю этот объект выбираю этот персет и выделяю все грани просто использую функцию нормалайз и все и у меня объект принимает тот ту плотность маппинга которая мне нужна вот этот скрипт который мне существенно работу облегчил теперь по поводу организации работы со сценой да то есть здесь я тоже предпочитаю все систематизирую потому что в дальнейшем возвращаясь там к переделкам сцены то есть какие-то апдейты делаешь там еще что-то я пытаюсь почему мне еще понравился слэйтовый мат эдитер потому что первых неограниченное количество материалов можно в него запихнуть внутри сцены и удобная навигация то есть здесь у меня также идет разделение всех материалов использованных сцене полу принципам как бы описание то есть мтл металл глаз стекло тайл плитка вбц вуальт ткань vd wood дерево пнт пайнт штукатурка ст стон ну и так далее и все это мне позволяет комфортно то есть если я вижу что стали в столешниц у меня каменная да то есть ну заглянул там в проект через какое-то время и я быстро без труда найду то есть где у меня этот материал к этой столешнице да понятно что можно еще вот здесь порыться в закладке сцен материал но это долго это геморрой на особенно если проект большой не всегда удобно найти что-либо нужно а здесь у нас хранятся да мы хвы я храню базовые материалы то есть я не запихиваю сюда все материалы там с каких-нибудь там с декора и так далее мне это не нужно то есть для этого я создаю если мне надо подкорректировать папочку с декором я создаю просто вернее материал с декором я создаю дополнительный дополнительной view закидываю сюда материал правлю его и без зрения совести просто удаляю вот и так происходит со всеми там левыми материалами декора либо уже готовой модели так вот у меня организована работа со сценой в плане материалов ну и сам материал браузер сохраненными библиотеками для быстрой работы то есть она постепенно дополняется изменяется то есть я относительно недавно стал пользоваться слетовым материалом мат эдитором чуть меньше полугода наверно может больше полугода постепенно обрастется постепенно я все занесу сюда то есть очень удобно в рамках проекта работать нужен какой-то материал для доработки то есть есть там дерево я закинул то есть мне нравится слетовый мат эдитор он намного удобнее функционально функционально имеет громадное число возможности относительно просто там маленького мат эдитора то есть я сейчас вообще не представляю что-то можно в этом в компактном мат эдитере делать кроме каких-то там технических вещей то есть я его пользую только если мне нужно узнать силу как бы яркость текстуры да то есть чтобы я мог подкорректировать альбедо текстуры то есть здесь эта функция не предусмотрена поэтому я перекидываю интересующую меня текстуру в сэмпл слот раздел в браузере материалов закрываю слейтовый материал эдитер и открываю компактный и здесь уже считываю вот эту информацию рефлектант чтобы понимать какая яркость у моей текстуры вот только для этого я пользуюсь ну еще для каких-то технических вещей атак опять же рекомендую приучить себя да потому что он уже этот слейтовый мат эдитер существует давно но вот я только на полгода назад начал им пользоваться мне понравилось поэтому я рекомендую переучиться очень удобно функционально намного проще и он вообще не глючит то есть никаких проблем у меня с ним не возникало то есть до этого был отдельный плагин но джо по моему назывался тоже сторонняя разработка и опять же автостолы эту разработку купили у разработчика и единственный наверное случай из миллиона что они сделали этот продукт не глючным потому что сторонний плагин для 3d макса вылетал вообще постоянно данный плагин не вылетает то есть максимально стабильная работа то есть вот чего не скажешь о как бы базовой версии которая существовала так ну и теперь в завершении до стрима непосредственно project manager то есть мне конечно данные плагин вынес мозг сейчас я я им конечно же пользуюсь у кстати обновление вышло надо будет скачать я его приобрел стоимостью него дай бог памяти где 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 75 долларов я его приобрел и не могу нарадоваться настолько как бы расширенный функционал сейчас в двух словах да чтобы как бы уже закончить именно project менеджером есть аналоги вячеслав не подкинул бесплатный аналог но он говорит что-то он не очень стабильный в любом случае выбор всегда за вами вы можете пользоваться бесплатными возможностями которые имеют вам предоставляются ничего в этом страшного это нормально и еще один плагин я им не пользовался он от сайта сайта design connected я не знаю как он работает настолько насколько хорошо он интегрирован в среду 3d max как он с ним взаимодействует кто-то если попал также бесплатные попробуйте он тоже сосредоточен на работу с моделями здесь до project менеджер поддерживает все возможные варианты работы с моделями с текстурами с материалами хдр коми и и с файлами то есть начну самого простого из файлы то есть достаточно нам расшарить папку то есть занести ее папку сюда посредством от фолдер то есть я его установил буквально не так давно он у меня еще не настроен под все мои скажем так папки которыми с которым я привык пользоваться сейчас я чтобы просто наглядно все было так нет а вот ему римов в чем преимущество так данного скрипта вернее данного данного раздела он позволяет увидеть первое до преимущество сейчас добавлю к добавим с очковку нить чтобы наглядно он позволяет сразу отрендерить превьюшку и эски то есть не надо никуда залазить не надо никуда смотреть так light in с первая же папка заходим он автоматом просто за несколько секунд все готовит превью эски мы уже наглядно видим как и с к у нас светит какие лучики помимо всего прочего мы можем прочитать информацию из из файла то есть какой размер какая сила света у эски и так далее то есть вот здесь параметр вот в этом месте люмен и 13000 люмен и вообще к это адовая эска вот здесь вот следующая эска 60 люмен мощность 35 ватт отлично что дальше сейчас я просто перенесу в правое окно о вернее на правый монитор чтобы мне было удобно показывать как это все выглядит в рабочем режиме то есть да вот опять же возвращаясь к теме нескольких мониторов очень удобно до дополнительные видовые окна размещать там слева или справа от себя как работает то есть просто прямым перетаскиванием в окно вьюпорта мы размещаем эску и нам автоматически предлагается object place ну это выбрать режим размещения и объекта размещения на котором будет размещаться данный файл который мы перетащили но данном случае это эска никакой не какая-то там геометрия если бы это была геометрия модель то я бы мог там выбрать стол на стол поставить там какой-то декор да здесь в данном случае вот я просто размещаю эску фишка в том что она позволяет сделать много копий данного объекта перетащив его и он автоматически определяет рендер-движок и автоматически создает нужный тип светильника то есть данном случае это веры с все правое нажатие клавиши отключает это меню и все созданные эски они во первых инстансные то есть очень удобная функция но помимо прочего что мне понравилось еще здесь здесь сразу же можно настроить теплоту то есть мы можем здесь по умолчанию задан 630 мы можем сразу установить нужную теплоту источника света далее тут прочие настройки которые мы можем выбрать то здесь стоит вот в этом меню авто это именно автоматическое определение типа рендеры и размещение эски то есть данный плагин поддерживает поддерживает корона рендер сейчас посмотрю у него на сайте заявлено по моему redshift по моему до поддерживает практически все рендеры которые сейчас в тренде то есть и соответственно автоматическое размещение от того или иного типа светильника прикольные прикольного тут удобно я будет время я систематизирую все свои из файлы и доступа что удобно мне сейчас не нужно залазить в окно 3d макса то есть я сразу могу вернее в окно браузера windows я сразу в окне 3d макса до в диалоговом окне project менеджера могу запихнуть в сцену все что мне угодно то есть тут еще по поддерживается режим open with associated application то есть мне это позволяет открыть файл в дополнительном софте далее ну здесь проще всего хдр ки то есть также создаете каталоги нужны сразу уже виден видно превью помимо всего прочего это превью масштабируется то есть мы можем увеличить уменьшить его также и с с файлами то есть мы без проблем с увеличим это все дело работает это все просто при зажатой клавище shift мы можем перетащить отдельно хдр ку в слойтовый мат эдитар либо перетащить уже непосредственно в в слот environment а также здесь уже по дефолту создается либо верой хдр и мап то есть как если бы мы это загружали стандартным способом либо создается как загружается как битмаповская текстура опять же все предусмотрено удобно навигатор по текстурам также в предстоит мне скорая систематизация то есть все папки с текстурами я здесь могу расшарить и комфортно пользоваться перетаскивая опять же в свой слойтовый мат эдитар то есть сейчас опять же отнесу вправо открываю слойтовый мат эдитар и перетаскиваю то есть если я зажимаю клавишу shift это перетаскивается как локальная текстура что удобно если я этого не делаю а перетаскиваю просто так без нажатия shift а сразу автоматически создается веры мтл с диффузным цветом по данной текстуре помимо всего прочего можно выбрать соотношение сторон у текстуры сразу выбрать use real world то есть использовать реальные единицы измерения так ну и различные режимы создания материалов также тут можно эту текстуру вот есть видите квадратик фотошопа выделив ту или иную текстуру и выбрав нужное расширение мы эту текстуру можем из окна 3d max открыть сейчас я не буду просто занимать время клика это все работает то есть мы можем сразу из окна 3d max запустить фотошоп далее библиотека материалов также просто расшаривается и в интерактивном режиме готовится показ того или иного материала работает все так же перетаскиванием в либо подвисает у меня немножко из-за большого числа нагрузки то есть работает это все так же либо перетаскиванием в слейтовый мат эдитор либо уже прямым назначением нужного материала на объект то есть тут различные варианты есть назначить материал на выделенный объект переместить в мат эдитор сохранить материал я еще до конца как бы не то что не разобрался не все возможности проверил то есть это как бы в рамках стрима делюсь своими впечатлениями о этом инструменте то есть мне сейчас да я уже на нем сделал как бы с использованием его возможности сделал несколько проектов мне это как минимум процентов 15-25 уже сэкономило пока я еще вот так корявенько не занес всю информацию в него да то есть не расшарил все папки не расшарил все текстуры и так далее то есть еще не всеми возможностями начал пользоваться но думаю что в течение там полугода когда уже плотно все у меня будет библиотека перенесена все линки да будут перенесены в этот плагин да то есть я думаю что темпы работы у меня изменится в разы то есть несоизмеримо быстрее все будет происходить что еще удобно помимо всего прочего мы можем отрендерить превью то есть сделать рендер превью уже в сцене то есть автоматически там назначается сцена и рендерится сейчас этого делать не буду в рамках стрима также можно поработать с библиотекой и со всеми линками то есть вот на данный момент у меня загружена библиотека ст то есть stone и все типы матери и сколько тут сколько их там 12 не суть важно материалов и я имею к ним сразу доступ то есть я вижу какие текстуры используются в этих материалах и если допустим текстуры потеряны здесь я их сразу могу перелинковать не открывая этот материал не делая никаких лишних манипуляций но перелинковки мы вернемся чуть позже то есть на материалах это не так интересно на моделях это намного интересней ну и закладка модели это непосредственно как бы также то есть системный каталог который сразу считывается превью и 3д максовская сцена то есть если у вас папки превью и название превью и название 3д максовской сцены совпадают то у вас будет все отображаться чинно и красиво и мы можем не открывая причем модель то есть вот мы делали по моему этот цветочек не открою если бы я не пользовался релинк битпапом то есть я через предустановленный режим да ну вот как раз она у меня есть с потерянными текстурами да я не открывая самой модели а только через project manager перелинковываю сейчас попробую найти автоматом у меня уже расшарен путь у меня сейчас да вот нашелся расшарен путь к всей папке с моделями да то есть можно локально создать по отдельно по папкам чтобы это происходило быстрее вот нашлись все текстуры кроме двух с этими текстурами можно там по удалять их либо найти подгрузить и перелинковать и опять же да не открывая самой модели я могу сделать apply change and close то есть все изменения внесутся уже непосредственно в файл без его открытия и мне его даже не надо открывать да то есть это удобно то есть я уже все манипуляции с потерянными текстурами сделал я распаковал его из архива и все я уже могу непосредственно перетаскиванием замерджить его в 3d max также появляется меню диалоговое создание копий то есть мне этого не нужно я отказываюсь просто правой клавиши и вот видим да у нас модель была с потерянными текстурами я не открывая этой модели нашел эти текстуры и уже все открылось без потерь вот такой вот чудесный скрипт помимо всего прочего тут есть возможность исключить камеры светильники также да удобная возможность сразу загрузить если мы работаем с архитектурными проектами сразу загрузить как прокси то есть автоматически создается прокси и закидывается опять же в сцену 3d max либо мы можем открыть модель как в текущем видовом окне так либо в новом 3d max и автоматически все это произойдет есть поддержка зиповских архивов то это не особо удобно как мне показалось для меня лично то есть я этой функции пользоваться не буду раровские архивы не поддерживаются а зиповские да организация также простая то есть создаем либо каталог либо расшаем сразу уже непосредственно папку с моделями все очень быстро и просто также есть возможность подготовить отрендерить превью подгружается текущая модель в подготовленную опять же автором данного плагина в сцену рендерится и переназначается то есть причем удобно если нам нужно переименовать вот давайте вот у меня следующее если нужно переименовать модель и превью я могу это сделать прямо здесь и все поменяется уже непосредственно в windows то есть вот переназначил имя у текущей модели на следующее по порядковому номеру у меня переименуется как 3d max файл так и превью модели и все это опять же не выходя из 3d макса поэтому рекомендую купить я не знаю конечно вроде есть и на торрентах но на торрентах нет поддержки нет обновления данного скрипта автор из одессы алекс крамор адекватный товарищ и в случае каких-то проблем сразу же отзывается и исправляют мелкие баги очень быстро этот как бы плагин он стоит своих денег и я вот не пожалел что его купил поэтому вы можете да то есть в рамках сегодняшнего стрима я показал какие есть возможности бесплатные они в принципе вполне себе функциональны но здесь в этом плагине есть все что нужно для комфортной работы то есть он постоянно обновляется развивается то есть к выходу готовится третья версия посмотрим что там будет вот на сегодня все я надеюсь было интересно о моих внутренней моей кухне о моем подходе к работе если какие то есть вопросы не стесняйтесь пишите в группе вконтакте пообщаемся с удовольствием то есть я открыт к таким разговорам на следующей неделе будет стрим посвященный материалу шейдеру стекла разберу все возможные варианты работы и настройки шейдера стекла расскажу как правильно настраивать как неправильно настраивать архитектурное стекло цветное стекло матовое стекло что там еще может быть ну в общем я еще не начал готовиться просто есть галочка к этому стриму я хочу закрыть опять же тему для себя и для вас по стеклу и все настроить пользуйтесь на здоровье стримами пользуйтесь скриптами если найдете какие то новые интересные скрипты которые действительно облегчают рутинную работу поделитесь ими в группе через возможность есть такая у пользователей там добавить новость я опубликую если это действительно интересно и будет полезно все ребят хорошего вам вечера до вторника спасибо что были до свидания до свидания